Всем привет! В прямом эфире самая яркая и молодежная программа АДЫХАЙП! И с вами такие же яркие, молодые, позитивные ведущие Рома Богатинов И несравненная Аня Матюнина Спасибо! Вы смотрите нас на национальном телевидении Чувашии И тема сегодняшнего эфира Интернет-зависимость Рома! Кстати, забыл Хватит сидеть уже в Инстаграме Может быть, хотя бы во время эфира ты перестаешь там сидеть Вот, смотрите, типичный представитель интернет-зависимых Прости, что ты сказала, я не расслышал Повтори, пожалуйста Для самых внимательных я повторю Тема сегодняшнего эфира Интернет-зависимость Вот ты сколько времени проводишь в интернете? Что-то мне подсказывает, что очень много Аня, интернет-это мое все В нем я ежедневно провожу От пяти до восьми часов И вообще я не считаю себя интернет-зависимым Так много? Почему же не считаешь себя зависимым? Потому что все свое время в интернете Я провожу исключительно с пользой Чем же ты там полезно занимаешься? Ну, смотрю милые видео с котиками, например Да, я смотрю видео с котиками Не осуждай меня У меня накапливается столько проблем за целый день Мне хочется уйти от этих проблем И котики спасают Нет, Рома, у тебя самые настоящие признаки интернет-зависимости Во-первых, ты используешь интернет как способ ухода от проблем Во-вторых, у тебя явное расстройство внимания Ну и в-третьих, ты постоянно сидишь в виртуальном мире В социальных сетях И даже не отвлекаешься, чтобы провести прямой эфир Дорогие телезрители, если у вас есть эти признаки Стоит задуматься Также пишите нам в чат В группе ВКонтакте Городской детский медиа-центр Куча Мала Как часто вы сидите в интернете И считаете ли вы себя интернет-зависимыми Мы обязательно зачитаем все ваши комментарии А также у нас сегодня проходит розыгрыш Замечательных наушников Да Чтобы их получить, от вас требуется всего лишь подписаться на нашу группу ВКонтакте Городской детский медиа-центр Куча Мала Поставить лайк на наш эфир И сделать репост И в конце эфира мы узнаем, кто станет счастливчиком Да И наушники ведь всегда нужны Они путаются, ломаются Да, нужны Соглас Со мной это все понятно, Аня А ты сидишь вообще в интернете? Конечно сижу, как и все мы подростки Ну вот я точно провожу время с пользой, в отличие от тебя Потому что я готовлюсь к экзаменам в интернете Сейчас появилось так много бесплатных сайтов Для подготовки к учебе, к олимпиадам, к экзаменам различным Благодаря интернету это все доступно и бесплатно, согласись Да, здесь соглашусь Как раз я изучаю активный испанский язык Сейчас очень успешно, я считаю Ничего себе, я тоже недавно испанский учила в интернете Ну правда пока безуспешно, но я работаю над этим Да, Ром, тебе еще работать и работать, но испанский язык это перфекто Кстати, перфекто, замечательный видеопродакшн, который отснимет ваше видео, фото, запечатлит ваши мероприятия на долгие годы Самое главное, профессионально Все на высшем уровне А где мы сейчас находимся? Фотостудия Да, творческое пространство, птица Здесь вы также можете прийти, арендовать, сделать фотосессию, устроить вечеринку с друзьями, все что угодно Да, конечно Но вернемся к семье эфира Рома, сейчас ведь в интернете сидят не только подростки, сидят и совсем маленькие дети, уже пожилые люди Даже моя пятилетняя сестра уже сидит в интернете Ничего себе, чем же она там занимается? Да, по-разному снимает какие-то видео, выставляет фото, по-разному смотрит сказки, видео, все-все-все в этом духе Ну ты следи за ней поосторожнее, потому что в таком юном возрасте интернет плохо влияет на психику ребенка Вот на тебя уже давно плохо повлияет Смешные шутки от аниматию нет Я не шучу, это серьезно Интернет влияет не только плохо на психику, но и на зрение ребенка А здесь я тебя подловил, сериалы манчица Признавайся, на каких сериалах посадила в детстве зрение? Я в детстве смотрела мультики, а мультики это святое Не нужно их трогать Но если серьезно говорить, то интернет очень полезен, особенно для молодых родителей Ведь у них критически не хватает времени на воспитание детей и совмещать хозяйственные дела Они могут включить телефон детям и у них появляется время на готовку, уборку Если получится даже поспать, то это замечательно Да, согласна, интернет облегчает жизнь родителей Но из-за того, что родители постоянно своим детям включают планшеты, компьютеры, телефоны Дети сидят постоянно в них и не играют с друзьями во дворе Не читают книги, не учатся У них самая настоящая интернет-зависимость Как это делали мы раньше в детстве Да, а вот мы сейчас узнаем у наших юных коллег из рубрики «Взгляд снизу» Хватает ли у них времени на общение в реальной жизни И сколько времени они сидят в интернете Смотрим! Что такое интернет? Ну, интернет это где люди смотрят на помощь, что им надо, например, примеры по математике решить, а они не знают Ты списываешь в интернете? Ну, иногда да По-моему, интернет это такая вредная вещь, в которой ты хоть можешь сидеть и там можно зависнуть хоть на три часа и больше Для меня интернет это второй друг Много времени проводишь в интернете? Да нет, сколько мама сказала, столько я и там сижу Как долго без интернета готова подержаться? Ну, где-то два часа Родители мне поставили лимит, поэтому я могу играть только полтора часа в день Я думаю, что в интернете надо проводиться для меня пролёт Какие признаки у интернет-больных? У них мешки под глазами, и они постоянно танцуют и говорят только об этом видео На уроке у него в голове один интернет, и он всё время неправильно отвечает на всякие вопросы Ему очень скучно, а потом, когда, например, отключит интернет, и он не будет знать, чем заняться Дай совет, как спасти человека от интернет-зависимости Просто ударить его по голове Это ему поможет? Да Первое время можно вырвать интернет, чтобы у него не было к нему доступа, а потом он привыкнет и будет сидеть пореже Самое крутое движение в интернете их два Первое вот такое И ещё одно вот такое Мы снова в прямом эфире Я напоминаю, что это программа «Ат да и хайп» на национальном телевидении Чуваши Тема сегодняшнего эфира – интернет-зависимость И у нас в студии прекрасный гость Популярный блогер, обладательница полумиллиона аудитории в интернете Миллионерша по просмотрам и просто хороший человек Алёна по псевдониму «Мадам Хлебушек» Привет, Алён! Привет! Спасибо, что ты к нам сегодня пришла Вам спасибо, что позвали Да Да, пожалуйста И первый вопрос Почему именно «Мадам Хлебушек»? Как тебе вообще в голову пришла идея создать этот псевдоним? Знаете, это вообще самый часто задаваемый вопрос из всех И я никогда не знаю, как правильно на него отвечать Потому что этот ник я придумала ещё в четвёртом классе Когда создавала ютуб-канал Правда, с ним не особо всё хорошо вышло Но всё же псевдоним остался А что снимала туда? Всякие влоги, теги Но они особо не набирали популярности На одном вообще было 90 дизлайков, 16 лайков А сейчас ты в каком классе учишься и что снимаешь? Сейчас я учусь в девятом классе И ты снимаешь экзамены Да, удачи тебе Спасибо Ты снимаешь небольшие развлекательные видео Да, правильно Да Но тема у нас сегодня интернет-зависимость А ты вообще считаешь себя интернет-зависимой? Сколько ты времени проводишь в интернете? Ну, знаете, получается по будням, наверное, часов 5 На выходных, возможно, и 8 Так что да, я считаю, что зависима, как и все мы, по сути А как бороться с интернет-зависимостью? Недавно я прочитала статью американского ученого Ученого Майкла Синклеера, который рассказывал о том, что наш человеческий мозг делится на animal brain и human brain И получается, human brain это наше рациональное, логическое мышление И animal brain наши животные инстинкты Вот И к этим животным инстинктам относится наша реакция на яркие цвета Вот И получается, если поставить свой телефон в черно-белый экран Ой, в черно-белый режим То Мы будем сидеть в телефоне в 2 и в 3 раза меньше Ничего себе Рома, тебе обязательно надо это попробовать Потому что ты слишком много проводишь Ну, котика все равно смотреть буду Ну, хотя бы черно-белыми А сколько бы ты смогла ображать без интернета? Как ты думаешь? Я такие эксперименты еще не ставила, но думаю, что немного А, кстати, я проводила такой эксперимент Но меня максимум ходило на 2 часа А я не провожу, я боюсь Потому что я начинаю беситься и ругаться А ты попробуй Нет Понятно Сколько в среднем уходит времени у тебя на ведение блога? Вообще, я снимаю видео, когда у меня появляется вдохновение Вот, и иногда я могу снимать видео 2 часа, 3 часа А иногда это может получиться за 15 минут А кто тебя вообще натолкнул на мысль создать свой блог? Однажды я просто истала Инстаграм Видела там девочек, которые снимают всякие видео Зашла, посмотрела Я думала, они снимают и монтируют в каком-то видеоредакторе Там написано было мюзикли Я его скачала Он тогда не был популярным Сейчас его переименовали в ТикТок Вот, и начала туда снимать чисто для себя И никак не рассчитывала на то, что у меня появятся подписчики Да Вот Понятно Есть такое приложение ТикТок Есть похожее приложение Лайк Чем они вообще отличаются? В Лайке есть всякие спецэффекты И получается там больше, более детская аудитория, чем в ТикТоке А ТикТок, по-моему, впервые появился, да ведь? Да Что самое сложное для тебя, ведение блога? Самое сложное, это, наверное, удержать аудиторию Делать постоянно что-то новое А ты как часто выставляешь вообще видео? Ну, стараюсь, конечно, каждый день Но так получается раз за четыре в неделю А ты можешь нам показать свои видео? Давай посмотрим хотя бы одно видео Сейчас В общем, такой развлекательный контент 30 тысяч лайков, между прочим Ничего себе, надо бы тоже начать снимать, да? Вроде выглядит несложно А блогинг это хобби или больше как профессия? Ну, для тебя лично Мне кажется, это хобби, которое плавно перетекает в профессию уже в будущем А кем бы ты хотела стать? Ну, если не считать блогинг вообще в целом То, наверное, дизайнером Вот, потому что я закончила все-таки художественную школу А сейчас Ничего себе Тоже как хобби набиваю татуировку А какая у тебя цель вначале была в ведении твоего блога? Я же говорю, я просто снимала для себя Я не хотела А сейчас ты больше для себя снимаешь или все-таки работаешь на аудиторию? Сейчас, наверное, я это совмещаю Я смотрю, что нравится моей публике Что хотят они и снимают Интересно Давайте я предлагаю немного отвлечься от интервью И устроить небольшой интерактив Каждый из нас сейчас должен выложить историю в инстаграм И мы узнаем, у кого больше просмотров за время рекламы будет, а у кого меньше Ну что ж, давайте я, наверное, первая начну, да? Так Всем привет, я сейчас нахожусь в прямом эфире программы Отдыхать Срочно распространяйте эту историю всем, кому только можете Я должна выиграть Так, теперь моя очередь, да? Да Всем привет, с вами все тот же Рома, я, да И со мной сегодня вот такие две девушки красивые Я в прямом эфире отдыхаю Помогите распространить эту историю, чтобы я выиграл Нет, не надо распространять, я должна выиграть И выполнял ужасное задание Так, Ален, теперь ты Всем привет, сейчас я нахожусь в студии Птица Мы снимаем прямой эфир для программы Отдыхай Распространяйте эту историю, чтобы я не выполняла ужасное задание Да А итоги нашего баттла мы узнаем после рекламы Я напоминаю, что мы снова в прямом эфире Это программа Отдыхай Мы сегодня обсуждаем тему интернет-зависимости И у нас в гостях популярный блогер Мадам Хлебушек До рекламы мы устроили небольшой интерактив Каждый из нас выложил историю в Инстаграм И сейчас мы узнаем, у кого сколько просмотров И кто выиграл в нашем споре, а кто проиграл и будет выполнять задание Так, у меня 17 просмотров Все честно, я показываю, смотрите, 17 А у вас сколько? У меня почти 10 У тебя 8 У меня 85 Вау Ну, Рома, мы тут с тобой даже вместе, если сложимся, не получится Ну что же, Рома, ты проиграл Я приготовила для тебя задание Нет Эти замечательные конфетки Суть этих конфет в том, что они все выглядят почти одинаково Но ты не знаешь, какой вкус Тут есть как вкусные конфетки Что-то вроде фруктовые, ягодные, так и невкусные Что-то вроде подгузников, тухлых яиц Ну что, Ром, ты готов? Да, я готов Я могу тебя поддержать Может, все меня поддержат Ален, ты не против поддержать Рому? Давай я тебе вот это Вот это Самую невкусную, да, выбрал? Давай ты ее сам сделай Угощайся Дзинь Нет, я возьму дикую Нет, давай Все Так Ммм, у меня что-то вкусненькое А я не поняла Тебе повезло, Рома У меня тоже вкусно У тебя не повезло Нет, не вкусно, я еще вкусно Гостине повезло, а нам с тобой повезло Так Ну что же Все, хватит кушать Съешь после эфира Ну ладно Перейдемся к интервью Алена Как ты относишься к критике в сети? Конструктивно я отношусь положительно Я учитываю мнение своих подписчиков Пытаюсь что-то как-то исправить И сделать свой контент лучше Вот А тебе часто приходят предложения от рекламодателей? Ну да, довольно часто И много ты зарабатываешь, если не секрет? Ну давайте оставим это немножко На жизнь хватает Смотри, нет, колись Сколько, если не в цифрах? Ну на айфон хватит Пару рекламодателей Ну не пара Мне кажется там за месяц три Ну неплохо Рома, может тоже блогерами станет Я тоже айфон хочу Я уже готов Все, да, после эфира Изменилась ли твоя жизнь после популярности? Ну, ко мне начали подходить Фоткаться Знакомиться Вот Звать на всякие эфиры Передачи, как у вас сейчас Здорово А ты общаешься со своими поклонниками в интернете? Отвечаешь им на комментарии? Да Отвечаю Общаюсь Интересно А какие ты советы можешь дать Ну, юным начинающим блогерам? Вот я уверена, что сейчас нас смотрят Много людей И кто-то загорелся желанием стать блогером Оставайтесь с собой Делайте, что вы хотите И никогда никого не бойтесь Не стесняйтесь Хорошие советы Да А кто у тебя из блогеров самый любимый? Есть, может быть, кумир или на кого ты стараешься быть похожий? Нет, кумира у меня нет Ни среди блогеров, ни вообще в целом Ну, это, наверное, хорошо А тебя часто узнают на улицах? Ну, вот На улице узнают Чаще всего в школе, получается Там на каждой перемене тычут пальцем или что-то такое А как ты относишься к тому, что многие блогеры сейчас начинают петь? Нейтрально Сама не думала? Нет, у меня ужасный голос Насчет этого не говорится Ну, может быть, и сейчас запоешь Может быть Ты сказала, что тебя в школе чаще всего узнают, да? Да Но мы с Ромой провели свой собственный эксперимент И узнали Как часто тебя узнают жители нашего города И каких блогеров из нашего отечественного интернета узнают чаще всего И кто из них самый популярный Смотрим, окрепь Я решила выяснить Знают ли чебоксарцы известных людей интернета И кто из блогеров самый популярный? Это канал Сливки Шоу Кота, я не помню, как зовут Куки Ой, какая прелесть Нет, я с ним не знакома Кто это? Сливки Шоу, по-моему Куки Котик Котик Куки Ну, этот кот с этого Сливки Шоу Который лайфхаки делает Сливки Шоу, да Кот Вася Это сливки Шоу Куки Девочка, между прочим Не кот, а кошка А вот это я могу предположить, что относится к животному виду кошечкам, по крайней мере Смотри, ты знаешь, кто это? Да Кто? Это блогер Марьяна Рожкова, Марина Ро Марьяна Ро Марьяна Ро, вроде Ведущая Орелу Решки, Ивлеева, Настя, да? Да, молодец Я ее знаю Это Настя Ивлеева Ивлеева Откуда ты ее знаешь? Песню ее слышал Знаете ее? Ивлеева Ивлеева Она вроде выиграла в прошлом году, это конкурс красоты, насколько я знаю Симпатичная женщина Просто Хорошо, а чем она может заниматься? Не знаю, честно Не могу сказать Можем просто предполагать, не важно Ну, да, стилист модный какой-то Ида Галич А чем она занимается? Вайны Вайны занимаются? На Инстаграм? Да, на Инстаграм Это ютубер, блогер Янго Вот этот модный человек, Янго Похож на моего внука, он, наверное, компьютерами занимается Кто это? Вангай Вангай Окей, кто он? Влогер Вы знаете, кто это? Нет А можете предположить, чем она занимается? Ммм, студент, наверное Катя Клэв Это в лайках, наверное, участвует девушка, нет? Где? В лайках Это что? Ну, вот этих вот, как его В интернете же есть же лайки Как она? Лайки? Или как и в блоге? Блогер Там, наверное, там вроде видела Ну, вообще, что-то как-то лицо знакомое Возможно, там, в голосе участвовало Вот эта девочка Биги-шоу А вы знаете, откуда она? Из Чебоксары А вот эта девочка, знаете? Да, это Катя Абуш Это Катя Адушкина Мадам Хлебушек Тоже знаю? Да Вы смотрите ее? Да Ммм, редко Как я думаю, это, наверное, она какие-то, этот, молокти там Как макияжи всякие делать, этот, бьюти-блогер какой-нибудь Нет, я вообще никого не знаю здесь И мы снова в прямом эфире Это все та же программа Отдыхайп Рома, а кого ты из блогеров узнал в нашей рубрике? Узнал я, конечно же, всех Но слежу больше всего за Настей Ивлеевой За нашим гостем За нашей гостей, конечно же Ида Галич Да, мне тоже нравится Ивлеева Ну что же, пришло время обратиться к чату Вы на протяжении всей программы писали нам свои комментарии И сейчас пришло время их зачитать Вот Даниил Сергеев пишет Я ждал ваш эфир целый день, находясь в группе Как думаете, я считаюсь интернет-зависимым? Как ты думаешь, Рома? Нет, конечно Потому что А мне кажется, что да Нет Ты же целый день сидел в группе ВКонтакте Он нас ждал Нас ждал Но все равно это же было в интернете Ну ладно Согрошусь тогда Наверное, каждый сам решит Где чаще всего бы сидеть в интернете? Я на Ютубе смотрю видео Я в Инстаграме чаще всего И в Инстаграме, да А еще на всяких сайтах, чтобы готовиться к экзаменам, конечно же Есть у вас зависимые родственники? Или вы считаете себя зависимым? Пишет Вика Алексеева Я себя, наверное, не считаю зависимым Я себя считаю зависимым Теперь уже да Рома точно есть зависимый А родственники? Родственники У меня мама У меня мама тоже постоянно сидит У меня мама постоянно сидит Мама, привет В WhatsApp, да, мама, привет В Инстаграме Я так часто не пишу, как сидит моя мама Вы понимаете? А, так Аня, я твоя фанатка Спасибо А у меня еще нет, да, фанатов, я так понимаю Да Так, смотри, Евгения Егорова пишет Ребят, ради чего вы смогли бы отказаться от интернета? На месяц, например О, я не знаю Ну Ну, как ты думаешь? Ты врачеван Мне кажется, если бы мне Если бы мне кто-нибудь все там виллу на Мальдивах подарил Да, вполне себе Я бы отказалась Я бы навсегда отказался от интернета Он мне не нужен будет Нет, навсегда я бы не отказалась А похвастаться же надо в Инстаграме На месяц точно Да, конечно Вилла же все-таки Так Вот Даниил снова пишет Что бы вы делали, если бы не было телефона? Не знаю Купила бы себе телефон В хор подался бы Планшет купила бы, если бы не было телефона А я бы подался в хор В хор? Нет, ты плохо поешь, не надо Нет, почему? Вот смотри, Карина пишет Ведущая, а вы снимаете или пробовали снимать тикток? Я, честно, вообще не сижу там и не снимаю Я как-то... У меня сестра снимает видео И просила меня с ней снять что-то такое Делать Я попробовал, мне не понравилось, я ушел оттуда А что конкретно ты там делал с сестренкой? Ну какое видео это было? А вот подпишись на мою сестру и узнаешь Интересно, ладно, подпишусь, может быть потом Как бы вы назвали свою соцсеть? Ой, интересный вопрос Я бы все свои фамилии назвал бы на самом деле Самовлюбленная, однако Ну, извините Корону сними Я не знаю Я, наверное, что-то такое тоже легкое, запоминающее Что-то вроде тикток Ведущая, кто у вас любимый блогер? Ну, я уже повторюсь, Настя Ивлеева Лиды Галич Конечно же Вот Ева пишет Читаете ли вы книги в интернете? О, это моя любимая тема Я книги в интернете обычно не читаю Но я читаю фанфики Фанфики это такие книги своеобразные Но их пишут обычные люди Они какие-то там известные писатели И достаточно интересные, я скажу вам А ты читаешь, Рома? Фанфики? Нет, вообще читаешь? Фанфики читаю А книги нет только если пособия какие-нибудь там Ага, понятно Рома, привет 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 Так, Ксения пишет Будете своих детей баловать телефоном? Детей, да? Ну Я не знаю У меня еще нет детей Позволять, конечно, можно Ну, детей, да, я тоже пока планирую Ближайшие много лет Ну, как-нибудь Я думаю, что когда у нас появятся дети Что к этому времени уже что-то новенькое изобретут Может быть будет не только интернет, а что-то глобальное В космос, например, летать на выходные Ну да, я бы слетала Я тоже Но меня не возьмут Настя пишет Как планируете перестать быть интернет-зависимым? Рома, это к тебе вопрос Потому что ты интернет-зависим Вот как ты будешь бороться? С интернет-зависимостью? Да Планируешь вообще бороться с интернет-зависимостью? Нет Нет, я хочу продолжать смотреть своих котиков На протяжении всего дня Котики, это мое все Заведи себе уже кота Нет, у меня аллергия на шерсть К сожалению Жалко, жалко Ну тогда смотри Приходится смотреть просто Смотри в интернете Так Данина Сергеев пишет Раньше мамы днями болтали по телефону А сейчас они переписываются Как так произошло? Я сама ничего не поняла У меня мама резко перестала болтать по телефону И начала зависать в ватсапе Представляете, постоянно переписывается Вот Хотели бы вы иметь свой бизнес Если да, то какой? Да Я, кстати, уже имею бизнес в интернете А я не имею, но я хочу Вот смотри У меня есть своя группа ВКонтакте В которой 40 тысяч человек почти что И я там продаю милые товары для девочек Но у меня группа нет У меня группа предназначена для девочек Для все такое миленькое Там концтовары И я, конечно, не так много, как наш гость зарабатываю Ну, на жизнь тоже не жалуюсь, хватает Списывали ли вы с интернета? Домашнее здание Да Надеюсь, мои учителя не смотрят этот эфир Почти всегда На самом деле Бывает Приходится, бывают Да Сложности Рома, а на что ты готов ради просмотров? Ой, знаешь, я не знаю даже Не думал Ну ты пока подумай А я предлагаю посмотреть следующую подборку В которой блогеры ради просмотров, ради лайков Да, устраивают совершенно ужасные вещи Не вздумайте повторять это Смотрим Равиль, замри Один, два, три И мы это съедим Давайте Раз Два Три Убожь Ой Раз, два, три О, два, три Пол, это лава. Раз, два. Главное не налить слишком много. Я скоро. Я напоминаю, что это снова мы в прямом эфире. Программа «Отдыхайп». И пришло время подводить итоги нашего розыгрыша. В начале программы мы разыгрывали вот эти наушники. Замечательные. У вас еще есть время, буквально секунду, лайкнуть пост и поделиться им у себя на страничке, чтобы выиграть этот замечательный приз. И сейчас мы узнаем. Барабанная дробь. С помощью специального приложения. Так, нажимаю кнопочку. Узнать победителя. Лера Пак. Ну что же, поздравляем тебя. Ты становишься обладательницей вот этих замечательных наушников. Мы обязательно с тобой свяжемся после эфира. И передадим приз. Безусловно. Ну что, Ром? Все хорошо, когда-нибудь кончается. Да, давай подводить итоги. Что мы сегодня подняли с тобой, что... Интернет – это хорошо. Да, это хорошо, конечно. Но надо пользоваться им логично и распоряжать время с умом. С умом, конечно же. Не просто сидеть как Рома постоянно и смотреть на своих котиков, а как я готовиться к экзаменам, например. Ну, например, я испанский изучаю все-таки. Ну да, Роме еще изучать и изучать. Можно заняться заработком в интернете. Это тоже хорошее полезное занятие, согласитесь. Да, вполне себе. Чем еще можно заняться в интернете? Своё творчество проявлять. Да, точно. Поете, танцуете. Да, если вы хорошо поете или танцуете, это хороший шанс заявить о себе. Да. Ну, а сейчас мы хотим пригласить нашего гостя к нам сюда поближе. Алена, проходи. Чтобы ты символ нашей программы по традиции сказала какие-то напутственные слова нашим телезрителям. Какой-то девиз, может быть, все, что хочешь. Давай, они тебя внимательно слушают. Оставайтесь собой, любите себя и подписывайтесь на мой канал. И на мой тоже. Спасибо большое, что ты к нам пришла. Спасибо, что позвали. Обязательно прислушайтесь к ее советам. Повторы нашей программы вы всегда можете посмотреть на национальном телевидении Чуваши. На сайте национального телевидения Чуваши, конечно же. Да, а сейчас? Что сейчас? Сейчас лучше пойдите погуляйте, ведь за окном весна. Какая весна? Хватит заученный сценарий говорить. Посмотри на окно. Сегодня последние дники можно покататься на коньках. Хорошее вообще занятие. Прощаемся с зимой и переходим в весенний режим. В интернете сидеть можно, но не нужно там записать. Да. А с вами были я, Аня. И я, Рома. И наша гостья, Алена. Да. Спасибо, оставайтесь с нами. Пока-пока. 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 Партнеры проекта. Студия семейного кино «Перфекто» и творческое пространство «Птица». «Перфекто» и творческое пространство «Петка» и Hawthorne».